Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, а именно в новую серию прохождения карты. И это необычная карта. Это паркур-карта. Как я уже много раз говорил, паркурщики, конечно, от бога, но это самая необычная, самая крутая, самая прям увлекательная паркур-карта, которую я когда-либо видел. Вы это всё поймёте, когда мы начнём проходить её. И если вы хотите продолжение, всё, что вам нужно, это просто поставить лайк. И если, наверное, 1200 лайков, я сразу же выпущу продолжение этой крутой карты, да, и, в принципе, новое видео, потому что каждый лайк для меня очень сильно важен, а вам одну секунду поставить лайк и потратить её не так-то сложно, я надеюсь. Также вступаем в нашу большой дружу семи подписчиков. Я всех вас приглашаю, потому что каждый подписчик для меня как друг, и я буду очень сильно рад, если подпишешься на мой канал. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, вы готовы пройти эту карту? Она очень крутая. Давайте я пока что не буду ничего объяснять. Сейчас мы будем проходить туториал, и вы всё поймёте, о чём эта карта. Но, как вы видите, это школа-академия магов, да, можно сказать, мы станем Гарри Поттером, но только Гарри Поттером в мире паркура. И это так круто, что вы сейчас, ребята, просто обалдеете. Эта карта полностью на английском, у меня всё, звук включен, да, она полностью на английском, поэтому я буду хотя бы стараться переводить, как я знаю, английский. Поэтому, ребята, не судите строго, но всё же я постараюсь. Ну что, ребята, мы начинаем. Давайте сначала правила прочитаем. Тут у нас есть правила, они очень простенькие, но всё же... Не менять гейммод, не ломать блоки, играть на новой версии Майнкрафта 1.9, на последнем снэпшоте. И, в принципе, эта карта, можно на ней играть для... Может на ней играть многое количество людей. Вы сейчас поймёте, как именно, потому что мы... Короче, сейчас вы, ребятам... Ребятам, почему я продолжаю говорить ребятам? Ребятам, вы сейчас всё поймёте. Ну что, мы появились в Академии магов. И вы, как можете заметить, нас уже тут ожидают все наши ученики, друзья, знакомые. И мы подходим сюда. И сейчас... Ох! Добро пожаловать, маг! Ну привет, привет! Поздравляем тебя, что ты находишься на самой верхушке нашего класса. Мы все находимся тут, чтобы поздравить тебя с выполнением, с прохождением, завершением Академии. Только три года это у тебя заняло. Да, дай мне объяснить. Красный маг — это второй по счёту самый большой класс магии. И ты находишься в красном. То есть я топ номер два, самый лучший маг. То есть существует пять классов. Жёлтый класс — это самый нуб, то есть самый новичок, самый простенький класс мага. Это жёлтый. Оранжевый класс — это когда ты уже выучишь какие-то психические, пройдёшь психические тренировки, и у тебя уже будут какие-то возможности и какие-то способности. Третий класс — это голубой класс. Ты сможешь туда пройти, если ты будешь очень-очень стараться и очень, в принципе, будешь успешным магом. Четвёртый класс — это красный. Туда смогут пройти только 1,8% людей, которые смогут выполнить все миссии синего класса. И последний класс — это 0,06% тех, кто смогут выполнить все задания синего класса. Это, если честно, очень даже круто. Но мы тебя поздравляем. Ты был повышен в свободное перемещение класса. То есть ты сможешь путешествовать по миру и исследовать всякие пустоши, как в Фоллауте, ну допустим. Поэтому мы тебе будем вручать некоторые подарочки, чтобы поддерживать тебя в твоём путешествии. Но перед тем, как ты пойдёшь, да, я тебе что-нибудь объясню. Свободный класс — это специальный класс мага. И этот класс может выиграть специальный приз. То есть он может выбрать специальный цвет своих доспехов, своей магической палочкой. И когда ты выйдешь в путешествие, то твоя одежда будет того цвета, который ты сейчас выберешь. Что мы ещё... что я ещё пропустил? Давай ты сразу же пойдёшь и выберешь класс. И когда ты закончишь, то нажми кнопочку... Это чё за истребитель там нахрен? И когда ты будешь готов, то нажми кнопочку. Мол, я готов, и мы начнём наше путешествие. Ху! Текст, если честно, очень быстро двигался, очень быстро... Ну, он... вот я не знаю, кто это нам объяснил. Знаете, как в программе «Что, где, когда» какой-то голос с нами разговаривает. Но тут не разговаривают, тут нам чат пишут. И это, в принципе, я всё на ходу, ребята, переводил. То есть никакие гугл-переводчики и всё, что я читал, то я сразу и переводил. Сейчас нам предлагают выбрать свой цвет. То есть цвет наших доспехов, цвет нашей магической палочки. Даже не палочки, а магического посоха. Поэтому, ребята, что нам выбрать? Давайте подумаем. Голубенький, синий, я не знаю, какой это фиолетовый, какой-то зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. Ну, у меня, я не скажу, что прям любимый цвет, но я люблю оранжевый, я люблю синий. Да и красный я люблю. Давайте, знаете, какой выберем? Давайте выберем... Во! А ну посмотрим. Офигеть! Офигеть! А ну, если оранжевый? А ну, если оранжевый? Ну, оранжевый, он не прям такой оранжевый, то есть он не смотрится очень круто. Это более такой, знаете, коричневый. Мне кажется, синий будет действительно очень даже круто. Давайте ещё вот этот. Вот что я хочу. Вот это мне очень сильно нравится. Даже синий, а не голубой. Да, ну что, ребята, начинаем. Я готов. Я забыл одну вещь. Для того, чтобы использовать твои магические способности, тебе нужен один золотой наггет, можно и так сказать. То есть каждая твоя магическая способность использует один голден наггет. Ты можешь меня ненавидеть за то, что я сделал, как будто платить за использование твоей способности, но перед тем, как ты начнёшь своё путешествие, тебе ещё предстоит выполнить парочку всяких испытаний. Но после этого, что делать в свободном мире, то есть свободное перемещение, это только твой выбор. Ну что, давайте начнём. Да, ребята, давайте начнём. Такое долгое вступление, но всё же это крутая карта. И карта, честно, не на 20 минут прохождения и даже не на 40 минут прохождения, а на час, на два и на три. Поэтому такое долгое вступление. Но всё же, ребята, давайте мы будем начинать. Я думал, это сначала какая-то тюрьма, но нет, это не знаю, дом того Чуркистана, который нам объяснял вот это всё. Ух! Я должен был умереть. Так, в принципе, что нам пишут в чате? Типс, то есть подсказки. Голубенькие блоки глины это чекпоинты. Все знают, что такое чекпоинты, даже не нужно переводить. Лаймовые блоки дают тебе голден наггет. Вот, в принципе, да. Дали мне плюс один голден наггет. Тест. Ты должен был умереть. Ну, в принципе, как я и понял, я умер. Ну что, ребята, правая кнопочка для того, чтобы использовать ваш магический посох. И давайте посмотрим, что это за паркур. Паркур, это, в принципе, ну, мы прыгаем с блока на брока. Брока. Покемон какой-то. Блока и передвигаемся, ну, и проходим карту. Это у нас паркур. То есть там нужно будет передвигаться с таких платформ на такие платформы. И вот эти блоки, голубенькие блоки, это чекпоинты. То есть если мы потом упадем, то мы возродимся на вот этих блоках. И давайте посмотрим, как же мы сможем сюда перемещаться. Вот, ребята, как. Вот как мы можем перемещаться. Только... Ага, я уже умер. Вы видите, ребята, что это за паркур? Вы видите, что это за паркур? Мы будем бегать по блоках, которые мы же и создаем, как какие-то необычные магии. Вы видите, ребята? Как только мы будем передвигаться на вот эти голубенькие платформы, вот давайте еще сюда попробуем, то мы будем сохраняться. То есть если мы потом даже упадем с мира, то все же мы сможем вернуться на вот эту последнюю нами пройденную платформу. И для того, чтобы использовать... Ух ты, нифига себе. Для того, чтобы... Нет, это было слишком высоко. Это было слишком высоко. Давайте... Давайте куда-то вот сюда. То есть, ребята, вы видели в Майнкрафте, чтобы блоки вот так спавнили? Смотрите, как они спавнятся. Они и горизонтально, и вертикально, и боком, и подскоком. Хоть как. И как они это круто сделали. Это просто офигеть. То есть они... Блоки спавнятся просто-напросто перед нами. Все, что нам нужно, это просто передвигаться по ним. То есть проходить вот такие большие... Ой! Проходить... Так, нет, тут голден нагетаны нету. Проходить вот такие большие расстояния. Упс! Ну, это уже тут обычный паркурчик есть, но все же я смог его пройти. Ух! Так, что там? Это очень далеко. Но, чтобы пройти, тебе нужно... Тебе нужно целиться немного выше. Ну, допустим, давайте вот сюда прицелимся. Я надеюсь, что я смогу пройти. Не будем бежать слишком быстро, потому что блоки не будут успевать... Ой! Блоки просто не будут успевать генерироваться, и я буду падать. Но все же, вот сейчас можно, сейчас можно. Ой! Ой! Да твою... Еще одна попыточка! Давай, давай, давай! В этот раз мы затащим, ребят. В этот раз мы 100%. Это не так просто, как я думал. Это действительно не так просто. Но все же у нас была подсказочка целиться как можно выше. Поэтому я прицелился еще намного выше. Я, в принципе, думал, что я умру, но я не умер. Потому что у нас генерация здоровья все-таки очень большая. Поэтому мы можем целиться даже вот... Мне кажется, если я отсюда спрыгну, то я не умру. Ух ты! Я туда хотел... Ах ты! Вы спрятали, заразы, тут. Я не знал, что тут еще даже есть. Видели, как они это запрятали тут сбоку? Я уже хотел сюда добираться. Давай. Опа! Ну, это простенько было... Ну, крутая, ребята. Вот честно, согласитесь, это очень крутая карта. Давайте вот сюда прицелимся. Очень крутая карта. Она мне очень... Опять... Опять они меня хотели... О! Вот! Крутая карта. Хоть это и самый необычный паркур, который я, конечно, когда-либо видел в жизни в Майнкрафте. Но это действительно очень круто. Я не знаю, как они это сделали. Но это просто офигеть. Потому что... Как вообще блоки вот так могут спамиться в Майнкрафте? Давай, давай, давай! Да! Все же я понял секрет, ребята. Нужно действительно целиться очень высоко. То есть, очень высоко. Мы же будем прыгать с этой высоты. И чем выше мы заберемся, тем более вероятно то, что мы долетим до места, куда нам нужно. Ух ты, нифига себе! Ну, допустим, давайте вот сюда. Сейчас, наверное, вот все так сидели. Но все же, ребята, я эту карту не проходил. Вот честно, я ее первый раз играю. Поэтому не думайте, что я какой-то про. Это вообще моя первая паркур-карта. Хоть и самая необычная, но все же паркур. Опа! Так. Сюда мы добрались. Тут... Во-во-во-во. Я уже, знаете, напугался то, что нету Golden Nugget. Так, давайте мы еще раз попробуем. Все же спешить не нужно. Знаете, я потому что... Я немного спешу, потому что... Не приветствие, а вообще начало этой карты было очень длинное. Но все же... Нужно же читать правила, ребята. Как бы мы знали, сколько тут есть классов? Как бы мы знали, в каком классе мы сейчас находимся? И, как бы мы знали, сколько тут уровней присутствует на вот этой карте. Так. И... Вот так. Тут есть 6 уровней. И нам вот эти 6 уровней нужно... 6 уровней нужно пройти. И чем дальше мы будем продвигаться, тем более качественными и более сильными магами мы просто-напросто будем становиться. Да... Офигеть, ты прям подо мной пропал блок, зараза, а! Блок вот этот... Так, сейчас. Синий блок, зараза. А я, в принципе, не жалею то, что я выбрал синий цвет. Он действительно очень даже крутой. Мне кажется, оранжевый не так бы выглядел и красный. Потому что синий вот выглядит как прям синий. Голубой выглядит как прям голубой. А оранжевый, если честно, выглядел как будто какой-то коричневый, да, что ли. Но 100% не оранжевый. Так же, как и красный. Выглядел какой-то как бордовый. Опа! Все? Нажми сюда, когда все будет готово. Ребята, ребята, ребята. Мне кажется, что мы прошли первый уровень. И мы переместились в желтого подкласса. Потому что желтый класс мага это новичок. Мы будем перемещаться в оранжевый. Испытание номер 2. То есть, пляж. Какой красивенький пляж. Я не знаю, это море или это озеро какое-то большое. Пляжущее горы. Офигеть, какие красивые. Ну, в принципе, подсказочки такие, как и в предыдущем испытании. Голубые блоки глины. Это у нас чекпоинты. И лаймовые блоки дают нам голд нафиг. Лэндж. Трелл сетту медиум лэндж. Ладно. Мэджик вид. То есть, ну, такое. Не очень высоко. Не очень так низко. А, в принципе, где-то медиум. То есть, серединка. То есть, это если высоко. Это низко. Медиум где-то. Где-то вот. Ой-ой-ой. Где-то вот тут. Да, давайте попробуем, ребят. В принципе, я даже не знаю. Может, нам стоит уже заканчивать первую серию. Потому что я хочу оставить еще что-то на следующей серии. Потому что карта все-таки... В карте, как я уже сказал, присутствует... Опа. Здрасте. Я должен был тут... А если я в воду прыгну? А, да. Да, я не знаю, почему я умер, если я, в принципе, в воду прыгну. Может, там... Фиг его знает. Может, там акулы какие-то нафиг водятся. То, что я умер. Поэтому, ребята, я еще хочу оставить что-то на следующую серию. Даже на серии. Потому что, как я уже сказал. Тут у нас есть шесть вот таких классных уровней. И каждый уровень намного лучше другого. То есть, это уже второй уровень. И, в принципе, это... Ну, 15 минут. Я знаю, ребята. Может, попытаемся еще даже вот этот уровень пройти. Как вы думаете? Как вы думаете? Вот нравится ли вам вот это прохождение? Потому что, хоть оно... Я не скажу, что прям офигеть какое крутое. Но все же такой паркурчик мне нравится. Честно. То есть... Сейчас прыгнем вот сюда. Вот сюда. Сейчас вот сюда. В принципе, есть тут немного однообразия. Но почему-то это однообразие мне не надоедает. Я не знаю. Вот мне нравится вот такое перемещение. И вот... А то, что тут еще используют голден наггеты... О! Думал, не допрыгну, но допрыгнул. Это еще круче. Потому что... Это изюминка вот этого прохождения. То, что мы вообще становимся магом. Паркур-магом. Офигеть! Прямо, знаете, Гарри Поттер в какой-то академии. Да? Ну, не Хогвартс, а академии. Которую мы закончили за... За сколько там? За три года нам написало. То, что мы закончили. У меня Space не заработал. Офигеть. То ли не заработал, то ли я его криво... Да ты что, офигел? Вот почему я не люблю играть какие-то... Вот. Ребята, я нажимаю. Вот я буду стукать, чтобы вы слышали. Нажал. 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 Сейчас нормально. Нажал. Сейчас опять нажал. Ладно. Так. И сейчас быстро, как я сказал, я не буду передвигаться. Хоть я и говорю то, что не буду быстро. Ух, я уже думал то, что... Офигеть. Во. Круто. Чекпоинт. Сколько там серии вообще идёт? Ну, в принципе, первый уровень... Нифига себе. А... О, это что за мост? А мы сможем вообще туда добраться? Мне кажется, или это реально очень как-то высоко? Вы заметили то, что разница между первым и вторым уровнем очень большая? Потому что сейчас мы передвигаемся на ещё более такие длинные дист... Опять прилетел. Длинные такие дистанции. Офигеть. Сейчас. Давайте ещё раз. Давайте. Ищ... Ай. Всегда забываю. Честно, ребята, всегда забываю. Всегда забываю. Так. Главное не упасть. Будем бежать. Будем бежать. Я всегда перебегаю. То есть мне нужно остановиться вот на этой платформе. А я почему-то всегда дальше иду. Вот. Ну, понял. Я уже, знаете, смысл... Так, давайте, давайте вот сюда. Смысл этой карты я уже потихоньку начинаю улавливать. Потому что сразу же это очень сложно. Потому что магический посох и паркур, и блоки, которые спавятся перед тобой мгновенно... Это всё-таки что-то странное. Офигеть. И, знаете, такое ощущение, что длина тут офигеть какая большая. Но всё же мы можем передвигаться. И всё же блоки спавятся. Вот смотрите, ребята. Нет. Лучше всё-таки я буду бежать. Вот. Зачем я это делал? Я не знаю. Давайте ещё раз попробуем. Вот сюда. Я хочу всё-таки брать этот второй уровень в этой серии. Хотя бы постараться. Потому что, ну, ну, если мы не пройдём, то нужно будет заканчивать серию на одном с половиной прошедшем уровне. А это, если честно, не очень. То есть хочется какой-то прям чекпоинт уровня сохранить. Давайте ещё попробуем. Но мне кажется, это всё-таки не финал. Потому что второй уровень должен быть намного длиннее, чем первый. Поэтому, мне кажется, этот мост это не последний какой-то чекпоинт. Мне кажется... Во! Я не прыгнул, конечно, но всё же я смог долететь. Допрыгнуть! Да! Допадать, точнее. Вот на мост мы сможем запрыгнуть. Сможем, конечно же, сможем. Вот сюда. Офигеть, ребята! Вам не кажется, что это слишком как-то длинно? У нас совет был в начале карты, то, что целится на такую нормальную высоту. То есть не очень высоко, не очень низко. Но мне кажется, тут всё-таки нужно целиться очень высоко. Потому что... Это... Ой-ой-ой-ой! Вот! Это второй уровень. Вот сюда. Давай. Ребята, кстати, знаете что? Вот действительно мне будет очень интересно, смогли ли вы пройти все шесть уровней этой крутой карты. Потому что я даже не представляю, что у нас там будет на шестом уровне. Мне кажется, там такой хардкор будет, то, что это с ума может сойти. Не зря же нам сначала написали, то есть когда мы начинали проходить эту карту, то, что шестой уровень, шестой класс мага может пройти только 0,06, вроде десятых процентов всех игроков, то есть всех магов. А это, в принципе, очень маленькое число. Поэтому, ребята, вот если вы прошли хотя бы в пятый уровень мага, то есть это красный, если я не ошибаюсь, это вроде красный, потому что только 1,8% людей, которые проходили эту карту, ну я не знаю, это статистика такая или это просто прикол, ну или это просто сюжет карты, то что 1,8% людей могут пройти в пятый класс. То есть это очень тяжело. Поэтому, 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 ребята, я не знаю. А в шестой класс вы прям знаете, если вы пройдете в шестой класс магов, то вы даже будете лучше, чем какой-то Гарри Поттер, вот честное слово. Поэтому, знаете что, ребята, давайте-ка мы с вами посоревнуемся. Скачивайте эту карту, скачивайте, вот прямо сейчас ее скачивайте, устанавливайте, я еще раз повторюсь, на версию Майнкрафта 1.9, на последнюю версию снэпшота. И проходите эту карту. И если вы хотя бы пройдете там 2, 3, 4, 5 уровней, не важно, напишите в комментарии, сколько и смогли ли вы их пройти. И знаете, что еще напишите? Ребята, какой цвет вы бы выбрали? То есть, какой ваш любимый цвет? Вот, как я уже сказал, я бы выбрал или оранжевый, или синий, что, в принципе, я и сделал. Да, но все же синий мне более так понравился, потому что оранжевый был более такой коричневый, нежели оранжевый. Поэтому я выбрал синий. Какой цвет вы бы выбрали? То есть, какой ваш любимый цвет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне действительно будет интересно это узнать. Потому что, ну, это круто То есть, может, кому-то нравится там бордовый Кому-то чёрный, кому-то белый, кому-то серый Я уже сказал Нет, это не конец Потому что я ещё там что-то вижу Ух ты, нифига себе Где-то так, значит, попробуем Потому что это действительно очень далеко И сколько уровней вы смогли пройти, ребята, я ещё раз вам напишу И что самое главное, вы заметили то, что мы действительно не по... Зачем я это сказал? Зачем я вот это сказал? Вот кто... Моё нафиг Зачем я вот это сказал? Вы заметили то, что мы действительно не падаем? Как только я это сказал, мы упали Потому что блоки за нами закончились Офигеть, зачем я вот это сказал? Ух, всё, сейчас всё Это какой? Это четвёртый вроде? Нифига себе, да Это сто процентов не море, но... Какой-то прям нереально Это река всё-таки Это всё-таки река и какая-то очень длинная То первый уровень вот этих камней, вот этих тотемов Это у нас были какие-то... Это у нас пляжки Потом какие-то другие тотемы Сейчас у нас какой-то каменный век Потому что стон что-то... Лучше побежим Что-то у нас там стон как-то называлось Я, если честно, не заметил Но всё же круто Мне интересно, сколько тут таких ещё подуровней Потому что это второе испытание Но в каждом испытании, как вы могли заметить Есть ещё подуровни Фух, сейчас давайте вот сюда Потихонечку, потихонечку Спокойно, спокойно, но уверенно Проходим эту карту Шесть уровней Вот, ребята, может вы меня сейчас будете ненавидеть Но шесть уровней я сто процентов не смогу пройти за одну серию Если я смогу пройти два уровня Это уже будет успех И поэтому, как я уже сказал Напишите в комментарии И, в принципе, поставьте лайк Если вы хотите видеть ещё одну серию Прохождение этой крутой Самая лучшая паркур карты Которую я когда-либо видел Если вы, конечно, хотите Продолжение Если да, то, в принципе, я выпущу ещё одну серию С прохождением этой карты Где мы пройдём ещё два уровня Два или четыре То есть, зависимо Ну, насколько длинные эти уровни будут Потому что Этот Второй уровень Какой-то реально очень длинный Очень длинный Офигеть, какой длинный Меня эти уже Не знаю, что это такое Я не знаю, ребят Что это вообще такое Какие-то платформы Ну, не летающие Не в воздухе Но всё же Что-то это непонятное Опа Это Ребята Вот ваши варианты Что вы думаете Пишите сейчас Вот прямо сейчас В комментарии Это всё-таки Конец Или это ещё один Какой-то проход На следующий под уровень Как вы думаете Я всё-таки думаю То, что это конец Этого второго уровня Потому что Это выглядит Как будто Там есть какой-то блок И посередине Этого блока Ещё кнопочка Стоит Как это было На прошлом уровне Вот что вы думаете Ребята Вот Я ставлю свой выбор На то, что это Уже конец Второго испытания И знаете что, ребята Если мы пройдём Вот это испытание Значит Мы перейдём Уже в третий Класс Магов Это если Я хорошенько Припоминаю Это вроде С такими успехами Мы никогда Не перейдём Но всё же Если я хорошенько Припоминаю То первый класс Жёлтый Потом оранжевый А потом Синий вроде Да? Вроде Я могу ошибаться Но Что-то в этом Роде Вроде Что-то в этом Роде Да ты что Издеваешься Офигеть Вот это я случайно Упал Так Вот сюда Офигеть Куда-то мы сейчас На гору Вот сюда залезем Потому что Это реально Высоко Нафиг Это реально Высоко А ну А ну Точнее И высоко И далеко А нет В принципе Да Это конец Второго уровня Наконец-то Мы смогли Его допройти Ну что Нажимайте сюда Когда всё будет готово Ребята Нажимаем сюда Или пойдём ещё Посмотрим На пещерке По пляжу Прогуляемся Посмотрим Как делишки тут В местных жителей Нет Но всё-таки Ладно Проходим дальше Третий уровень Точнее Не даже не уровень А третье испытание Огонь Против льда То есть Пещера Где будет Огонь Против льда Подсказки Такие же Но Сейчас нам Мэджик Вент Ааа Не-не-не-не-не Это нам Подсказочки Знаете Были Не на сколько Нам далеко Целиться А на сколько Далеко Будет работать Наша Так Дайте мне Голден Нагет Вот он там То есть Это нет Это на сколько Далеко Будет работать Вот давайте Посмотрим На сколько Далеко Будет работать Наша Магическая Не палочка Почему я всегда говорю Магическая палочка Не палочка А магический посох Если предыдущий Предыдущем испытании Нам писало На Да Вот На минимум На среднюю дистанцию То есть В принципе Средненько Он так будет растягиваться Вот эта полоса блока Ну Вот это Да По пути По которому мы проходим То сейчас Это будет очень Очень коротко А когда будет Очень далеко Мы что На километры будем проходить Ну Не знаю Но все же Ребята Это третий уровень И Маг Эдисон С вами прощается Давайте я быстренько Посмотрю Сколько серий Серия Длится почти полчаса Не каждый день Выходит видео Которые длится По полчаса Поэтому ребята Если вы хотите Видеть новую серию Прохождения Этой Крутой Паркур Ну Давайте так скажем Паркур Карты Ну Карта называется Визард Академия То есть Визард Паркур Академии То есть Академия Магическая академия Паркура Ну что-то в этом есть Поэтому ребята Если вы хотите Видеть следующую серию Где мы пройдем Еще два уровня Или Если вы хотите Видеть следующую серию Которая будет длиться Целый час Да И где мы Допройдем Вот эту карту Постараемся Хотя бы И станем Действительно Настоящими Магами Да что даже нам Гэндальфы Там Гарри Поттер Подметки Годиться Не будут Поэтому ребята Ставьте лайк Я еще раз вам скажу Набираем 1200 лайков Я сразу же выпускаю Новое видео С прохождением Этой карты Поэтому если вы хотите Видеть его как можно Быстрее Постать лайк Секунда Но за эту секунду Вы действительно сможете Уменьшить Время выхода Серии То есть укоротить Его что серия Выйдет еще быстрее Также кто еще не подписан Я всех вас Приглашаю вступить В нашу большую И дружную Семью подписчиков Все что вам нужно Это просто подписаться И каждый подписчик Для меня как друг Люблю и ценю Не поленьтесь Подписывайтесь И просто становитесь Меня новым другом Ребята к сожалению Сегодня мы заканчиваем Проходить карту И в принципе заканчиваем Сейчас В этом видео Я с вами прощаюсь Но все же Мы встретимся В следующем видео Когда оно выйдет И какое оно будет Зависит только от вас Я еще раз вам говорю Большое спасибо За просмотр Кто досмотрел это видео До конца Еще больше спасибо Потому что Вы смогли продержаться Полчаса Это если честно Много времени Поэтому Всем жму руку Всех целую Всем удачи И всем пока Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok